МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О самых интересных и значимых событиях в ближайшие 10 минут расскажут корреспонденты телеканала Хабар и я, Жанна Ситхан. Сурдоперевод обеспечивает Хасан Исраилов. Здравствуйте. Пожар в столице, в котором погибли пятеро детей, случился, вероятно, из-за нарушения требований пожарной безопасности. По предварительной причине назвал сегодня министр внутренних дел. Трагедия стала поводом для проведения в столице рейда. Сотрудники департамента ПЧС разъясняют владельцам жилищ требования пожарной безопасности. Дети остались без присмотра. Пожарные службы прибыли в течение 7 минут. Скорая помощь также прибыла вовремя. Но возможности оказать помощь уже не было. Отопительный сезон в прошлом году стартовал 15 октября. С этого периода число пожаров уменьшилось и число жертв тоже. Но от угарного газа число погибших выросло на 12%. В Караганде из-за отравления угарным газом накануне вечером госпитализировали троих детей. Пожар вспыхнул в квартире девятиэтажного дома в Октябрьском районе. Эвакуировали 13 человек, из них семеро детей. Пламя удалось потушить за полчаса. Причина возгорания выясняется. Порядка 100 миллиардов тенге из 600 выделят для развития малого и среднего бизнеса. В целом кредитование приоритетных проектов по поручению главы государства начнется в обрабатывающей промышленности, переработке и производстве сельхозпродукции, а также сфере услуг. К 2025 году доля МСБ в экономике должна быть увеличена до 35%. В целях удешевления кредитов по дорожной карте бизнеса предусмотрено субсидирование части ставки вознаграждения. Также усовершенствуются инструменты финансовой поддержки. Критерии отбора ориентированы на производительность и конкурентоспособность проектов с отказом от поддержки низкоэффективных предприятий. Для сокращения теневой экономики планируется установить лимит по наличным расчетам при покупке товаров и услуг, а также обязательную безналичную продажу недвижимости и транспорта. Доля теневой экономики за три года должна сократиться как минимум на 40%. В этом году Министерство индустрии и инфраструктурного развития начнет процедуру аккредитации для полетов в США. Межправительственное соглашение по типу «Открытое небо между Казахстаном и Америкой» планируется подписать в марте. Прорабатываются и вопросы по открытию совместно с национальным авиаперевозчиком рейсов в Японию и Китай. За последние два года в приорале число предпринимателей, получивших сертификаты на экспорт продукции, увеличилось на 40%. Половина из восьми рыбозаводов имеет еврокоды для экспорта рыбной продукции в государство Евросоюза. Еврокод для экспорта рыбной продукции предпринимателей из Казалинского района Туребеки Геликов получил три года назад. С тех пор на рынке Польши, Германии и Нидерландов в год экспортируется до 220 тонн филе и счетчик судака, сазана, сама, а в страны СНГ около 200 тонн фарша и грудинок воблы и леща. Такова мощность его предприятия. С Европой работать очень удобно. У них стопроцентная предоплата. К примеру, в прошлом году мы за филе выручили 350 миллионов тенге, а с Россией наторговали на 200 миллионов тенге. На заводе трудится 30 человек. Сырье поставляют с трех участков Аральского моря, где наши сто рыбаков оснащены лодками и снастями. Оформление и выдача сертификатов товара с 2014 года в компетенции региональной палаты предпринимателей. По ее данным, за два года в Приорале число экспортеров различной продукции выросло на 40%. В прошлом году в области выдано 1196 сертификатов на экспорт и 104 сертификата СТКЗ, то есть сделано в Казахстане. Сегодня казалардинская продукция экспортируется во все страны СНГ и ряд государств мира. А на внутренний рынок из Приораля поставляют щебень, известь, кварцевый и кальцинированный песок, железобетонные изделия, полимерные трубы, продукты нефтяной и химической промышленности. И хотя львиную долю в экспорте продолжает занимать сырьевая промышленность, на 21% увеличился в прошлом году экспорт сельхозпродукции. Спросом за рубежом пользуются казалардинские рис, рыба, сафлоровое масло, пищевая соль. Олибек Большуленов, Альхайдар Турлыханов, Казалардинская область, Хабар. В Казахстане увеличивают производство мяса. В прошлом году на экспорт отправили более 33 тысяч тонн, в том числе 20 тысяч тонн говядины. В 2017-м показатели были в разы меньше. В этом году запланировано реализовать не менее 25 тысяч тонн. Около 600 семейных ферм получили кредиты и завозят маточные поголовья. По экспорту говядины в стране лидируют Туркистанская, Западно-Казахстанская и Актьюбинская области. Увеличивают поголовье скота в Акмолинской области. Там становится больше откормочных площадок. Молодой инвестор Ярнур Айдаркин считает животноводство перспективной отраслью сельского хозяйства. Нужно только изменить привычный подход. Воспринимать это не как хобби, а как серьезный перспективный бизнес, говорит он. Действующая откормочная площадка – часть комплекса, куда входят кормовые и кукурузные пашни и даже свой мясокомбинат. Основные инвестиции такие – это увеличение мощности мясокомбината. Если на начальном этапе это было порядка 20 голов забоя в день, теперь забоя будет составлять до 80 голов в день. Идеи здоровых амбиций у этих молодых ребят предостаточно. Сетуя на то, что в стране не хватает кормов, решено построить завод по производству семян и два научных центра, где будут выводить новые сорта кормовых культур. Все это с одной целью – получать в будущем качественное мясо. Будет центр здоровья животных. Мы планируем построить пять огромных гипермаркетов в пяти областях страны. В этих гипермаркетах будет до 20 тысяч наименований, а также полный спектр услуг и сопровождение в области ветеринарии животных. Напомним, Акмолинская область ежегодно производит свыше 60 тысяч тонн мяса. Помимо главной задачи – обеспечения продовольственного пояса Астаны, стоит задача в два с половиной раза увеличить объемы экспорта. Вадина Смогулова, Анатолий Поляна, Евгений Женкаренко, Акмолинская область. Объем инвестиций в Туркестанской области по итогам 2018 года превысил 288 миллиардов тенге. Основная их часть приходится на сферу промышленности, сельского, лесного и рыбного хозяйства. В регионе открыли 10 предприятий. В их числе – завод по переработке полиэтиленовых отходов и верблюжьего молока. Кроме того, возвели жилые дома на 3000 квартир. В этом году объем строительства планируется увеличить и сдать в эксплуатацию на 130 квартир больше. Объем строительных работ по итогам 2018 года составил 139 миллиардов тенге. По этому показателю область занимает третье место в республике. А объем поступлений налогов и других платежей в местный бюджет составил 100 миллиардов тенге, что на 7,5% больше плана. Сильные морозы на территории Казахстана продержатся еще два дня. В Астане отменили занятия учащихся второй смены и студентов до второго курса колледжей. Внеплановые выходные объявили и для школьников Костаная и Павлодара. На востоке страны столбики термометров опустились местами до минус 33 градусов. Из-за непогоды закрыто движение по всем направлениям из Павлодарской области. Ограничение для движения транспорта также стоит на трассах из Астаны до Петропавловска, Щучинска и Рейминтау. От Кокщитау до Атбасара, от Усть-Каменогорска до Рахмановских ключей. На республиканских трассах по направлению из Кокщитау и Майкопчигая в Омск. По сообщению синоптиков, в эти дни температура может опуститься до минус 45 градусов. Снегопады вызвали транспортный коллапс в Германии. Из-за обрушившейся непогоды в аэропорту Мюнхена в воскресенье отменили или задержали свыше 400 рейсов. Накануне не вылетели 140 лайнеров. Проблемы также возникли с железнодорожным сообщением. В Баварии из-за снежных заносов закрыли несколько железнодорожных станций. Большие заторы образовались и на автотрассах. В один из самых темных месяцев года датская столица осветилась разноцветными огнями. Копенгаген украсили сотни ярких инсталляций и световых шоу. В парке Тиволи, одном из старейших в мире, над головами посетителей на площади около 80 тысяч квадратных метров переливается зелено-голубое северное сияние. Такова информационная картина к этому часу. Итоги дня мои коллеги подведут в 20 и 21 час. Я с вами прощаюсь, а наш эфир продолжит прогноз погоды.